Протокол, который позволяет поделить на двоих ровно пополам, в том смысле, что каждый из двух считает, что у него ровно одна вторая. Это называется точный дележ. Точный дележ – это ситуация, когда каждый про свою честь считает, что она в точности одноемная. Не больше, что она в одноемной, а в точности одноемной. Может быть, вопрос, зачем такой нужен, если можно добиться, чтобы больше одноемной было, а зачем ровно однаемная? Но это может быть используя в каких-то более хитрых конструкциях. И сейчас, осуществляя данного двух, я хочу такой протокол показать, и потом, может быть, если останется время, то изучим, как его применять для деления вязайся на четверых. И называется протокол Остина, протокол Остина деления на двоих точно. Вот в этом смысле. Начинается он точно так же. Начинается он с того, что запускается нож вдоль пирога, и кто-то кричит стоп. Но когда он закричал стоп, то на этом все не заканчивается. На этом все не заканчивается. Вот нож нашел, наверное, тут докрутся досюда. И в этот момент появляется еще один нож. Второй нож. После этого тот, кто крикнул, кто остановил первую стадию, ведет два ножа согласованно друг с другом, так, чтобы между этими ножами оставалась ровно одна вторая. Да, мы ведь уже обсудили, что тот, кто останавливает нож вот здесь, он должен остановиться тогда, когда ровно одна вторая. Значит, только на первую стадию ведет два ножа, два ножа, так, что между ними ровно одна вторая с его точки зрения. То есть, во-первых, он кричит стоп. Значит, стоп кричит, когда нож дошел до одной второй, до медиана. И если на первой стадии нож движется объективно, просто равномерно, прямолинейно движется, то на второй стадии они начинают двигаться субъективно. Тот, кто крик, начинает их двигать вместе, так, чтобы между ножами оставалась ровно одна вторая. И второй кричит стоп в тот момент, когда с его точки зрения между ножами тоже одна вторая. Значит, другой, другой останавливает, когда с его точки зрения тоже одна вторая между ножами. Во-первых, я сразу скажу, что этот протокол работает, когда все честные. Если там кто-то нечестный, то он может не работать. Во-вторых, давайте обсудим, почему вообще будет такой момент, когда с точки зрения другого между ножами тоже ровно одна вторая. Значит, тут немножко такая топология начинается. Значит, если другой не крикнул, это значит, что с его точки зрения, когда первый крикнул, с его точки зрения до ножа меньше половины. Если бы было больше половины, то он сам бы крикнул раньше. Согласны? Вот. А когда закончится этот процесс? То есть тот, кто стоял, между ножами ровно половина, и он их ведет согласованно, когда этот процесс закончится. Ну, когда правый нож дойдет, это когда закончится. А где, в основном, будет левый нож? На той же левый. На той же левом месте, где был правый нож. Да, правильно. На том же месте, где был правый нож, в начале пути. Да, потому что тут получается, что вот здесь одна вторая. Одна вторая. И здесь одна вторая. Соответственно, в начале пути они стоят вот так вот, в конце пути они будут стоять вот так вот. Но тогда получается, что с точки зрения другого, в начале пути меньше одной второй, между ножами, а в конце пути больше одной второй. Ну, вот интуитивно очевидно, что где-то по дороге будет момент, где будет ровно одна вторая. Теория промежуточного значения? Теория промежуточного значения, да. Теория промежуточного значения, да, что если, поскольку, да, значит, тут важно, что нет таких перескоков, да, что нет таких неделимых орешков, что когда через орешек перескакивать, то сразу резко меняется значение функции. Это называется разрыв. То есть, поскольку ничего такого нету, то сначала нынче 1,2 в конце, больше 1,2 меняется плавно, значит, по дороге где-то будет ровно 1,2. Ну вот формально это действительно ремка-то значение, но наглядно, ясно, что если будет директа к линии, то она где-то пересечет. Если вы ведете график непрерывно рукой, это как Эйдер говорил, если вы ведете график рукой непрерывно, то вначале, если он ниже 0, в конце выше 0, то где-то по дороге будет точно 0. Вот, и как раз, может таких моментов будет много, но как минимум один будет. И я вот в тот момент, который будет, и раз другой остановится. Ну и дальше один получит одну часть, другой получит другую часть. Хорошо. Есть какие-нибудь вопросы? Почему в конце между ножами? Расстояние же между двумя ножами должно меняться. Нет, смотрите, расстояние может меняться, не меняется мера субъективная. Как бы вкусный спускай между ножами все время половина от вкусности всего тоже. Второй выбирает кусок, который находится в данный момент в мере. Смотрите, здесь действительно, вы, видимо, кто выполняет, что непонятно, почему они будут действовать честно. Это правда. Значит, это работает, если все действуют честно. Значит, если они действуют честно, то неважно, кто какой кусок получит. То есть, действительно, когда другое остановит, то оба куска и между ножами кусок связаны. И другая часть, которая слева от левого ножа и справа от правого, суммарно. Вот эти две части по одной второй от всего того. Если они действуют нечестно, то возможны варианты. Ну, например, немножко можно справиться таким условием, что после того, как второй остановил, подбрасывается монетка. И если она около орла, то, соответственно, первый получает, между ножами второй, пуски слева и справа. А если решка, то первый получает, наоборот, куски слева и справа, а второй тоже пешка. И, соответственно, вот эта вот случайность внесенная гарантирует, что все будут действовать честно. А что будет, если будут неделевые орешки? Если что? Если будут неделевые куски торта. Вообще, если неделевые куски торта, то это гораздо более сложная наука. Потому что так часто бывает, что кажется, что дискретная математика легче непрерывной, потому что дискретно можно пощупать, вот отдельные точки, там какие-то графы, все такое. А непрерывная, какие-то функции там производные, что-то с нейграло, что-то такое страшное. Но на самом деле часто бывает наоборот, что задача непрерывная решается легче, чем задача дискретная. Потому что с дискретной нужно приближать много-много разных случаев, а непрерывная решается каким-то простым методом. В частности, если там есть орешки, то задача сразу становится сложной комбинаторной. Там получается, если там есть N орешков и даже два делящих, то кто знает, сколько есть вариантов поделить эти N орешки между двумя участниками? Два в степени. Два в степени, да? Потому что каждый из N орешков может быть отдан тому или другому. И получается, два в степени вариантов, и никаких способов, общих способов, кроме как перебирать все варианты, тут нет. Поэтому тут сразу очень сложная задача получается. И вообще решения может не быть, да? Может быть, этих два в степени вариантов, но нет ни одного варианта, чтобы было прямо точно по-рубому. Можно только пытаться минимизировать разрезы между двумя. Поэтому с орешками все сложнее. Да? Здесь я сказал, что для первого половина, ну, немножко меньше, чем половина по длине. Ну, это и нет, да. А для второго это ровно половина по длине. Так, значит, смотрите, вот пример работы алгоритма, когда второму совершенно все равно, второго только не наинтересует. А у первого, например, левой половина вкуснее. Да? То есть у левого, у первого субъективности видно где-то здесь, а у второго все равномерно. Значит, да, действительно, первый будет вести ножи вот так вот. Но из-за того, что вот эта часть вкуснее, чем вот эта, то поддерживая то, что между ножами ровно одна вторая, он будет правый нож сдвигать сильнее, чем левый. Да? То есть правый нож будет двигаться с большей скоростью, чем левый нож. И в конце концов, низкий сейчас вот сюда вот, да, между правым и левым ногом будет уже вот такая вот часть большая. Ну, вот где-то эти дороги будут ровно половина. Да? То есть это... Ну, это такая задача на движение, да? Вот этот нож движется с такой скоростью, этот с меньшей. И когда между ними будет ровно такое-то расстояние. Хорошо.